Какая ж тёща без советов, какие ж барды без поэтов. Я думаю, что живи сейчас Сергей Александрович Есенин, он бы обязательно заглянул в ваш трактирчик, и именно здесь он бы написал свои бессмертные строки. Когда-то у той вон калитки, у той вон калитки, да, нам было шестнадцать лет, и девушка в белой накидке сказала мне ласково, нет, далёкие и милые были, тот образ во мне не угас, мы все в эти годы любили, ну, значит, любили и нас. Но жизнь, как поезда за окном, стремительно несётся вдаль, и Сергей Александрович Есенин попадает в наши дни. Мы все утонули в заботах, но образ во мне не угас, как девушка в синих колготах, сказала мне ласково, сейчас, читаю ли книгу о годах, но в памяти светлая грусть, как девушка в синих колготах сказала, сейчас разбегусь. Я с ней бы наплёл оригами, я с ней бы взлетел на лугу, но слышу, ты дружишь с мозгами, и тут же вдогонку, ну-ну. А жизнь, как слова между строчек, а годы, как бешеный шквал, я помню, что где-то цветочек на этих колготах сиял, я что-то писал о нём, кстати, и сердце дрожало в груди, но помнится, слышишь, писатель, цветочки свои посади, и рвал на себе я рубашку, не помня своей головы, причём здесь колготы в обтяжку, они же под цвет синевы, я плыл в романтической теме, но кто-то вернул меня в явь. Автограф поставь на поэме, колготы в покое оставь. Безудержной юности праздник, я память прошу, воскреси, ни шуку, ни шапку, ни шарфик, колгот первозданную силу, в каких бы шитейских болотах не брёл я, но вспомнится вдруг, как девушка в синих колготах сказала мне, «Эх, Коваленчик!»